Продолжение следует... 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 потому что, не приходя на другие выставки, нельзя просить что-то другое или красивые слова. Красивые слова, они, можно их говорить очень много. Вот эта выставка замечательная. Я многие работы видел, многие не видел. Жил именно в студии Андрея Лукича Ткаченко. Лукич нас, многие его просто назвали Лукич, он нас возил. Он нас вводил и требовал от нас, чтобы мы ежедневно работали, чтобы мы каждый день какую-то работу делали. Набросок, рисунок, этюк. Всегда этим пользовался, и я пользовался, чтобы наставление нашего учителя, оно что-то, может быть, и принесло. Вот мы как раз с Володей ездили и на всех буквально встречах, которые планировал Андрей Лукич. Потому что он еще занимался такой, знаете, вот время такое было, когда он прерывал Андрея Лукича. И не было ни одного ущелья в Кабардино-Балкарии, где бы он с нами не ходил. И вот с Володей мы часто, особенно вот когда я смотрю его работы по Верхнему Чигему, и Турбаза Чигем, Техтинген, и вот эти вот места знаменитые, которые он исписал, просто здорово. И есть вещи, которые необходимы любым способом, чтобы они попали в музей. Надо, чтобы как-то вот какой-то... Я думаю, Министерство культуры об этом будет тоже заботиться. И надеюсь, что вот часть работ этих будут приобретены. Это уникальная работа. Это уникальный художник. Это уникальный творец. Просто спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы этим помянули память нашего друга на каникулы. И очень часто посещал обязательно Мишу Хакумашева, нашего старейшего друга из Алимхана. Я всегда приходил к ним в мастерскую. Мы всегда общались. Мы всегда говорили об искусстве. Мы говорили о творчестве. Мы говорили о том, как мы сейчас живем, как нам дальше жить. Спасибо большое всем, что вы пришли. И большое спасибо семье, которая действительно сегодня, в эти тяжелые времена, делать выставку. Художнику это просто... И вот удалась выставка. Выставка замечательная. Спасибо. На сегодняшнее открытие выставки. Ну, было приятно. Я думаю, он это сейчас открытит. Это все. Что я могу сказать? Я с детства, с ранних лет, в отца в мастерской помню. Все время он меня водил в парк. Он очень любил наш город. Нальчик, это для него был самый любимый город. Я говорю, вот здесь, если что, у нас люди хорошие, добрые. Сам парк наш, да, водил, показывал, прививал мне красоту, раскрывал мне глаза на это все. Речку нашу, очень много пейзажев. Да и гор, в горах, вот почти у каждого, сколько здесь пейзажев нет, вот, мы вместе и по-заможье находились. Когда еще, в советские времена, совет художников мог себе позволить. Мы ходили, ездили постоянно. Ну, очень много у меня чего показал. Любил живопись. Ну, как бы тяжело, как бы трудно не было, он всегда был год до последнего, вот, буквально даже в ноябре еще месяце он еще туда ходил. Ни коронавирус, ничего его не останавливало. Он, как, меня это не возьмет, не берет. И обратно возвращался до последнего, вот, декабря месяца, вот, быстро, быстро его болезни. Спасибо вам. Спасибо. Санно-выставочным отделом Леонтии Ванини Григорьевне, которая тоже очень хорошо знала художника, была его другом, знала его творчество. Пожалуйста, не надо. С ним вместе, в общем-то, работать над этой экспозицией. И это вот были годы 90-е, когда он был, ну, в расцвете своего таланта. Вот, он блистательно обладел уже этой техникой энкаустики. Он прекрасно работал и масляными красками. И работать вот с этим автором, с его произведением, это был сплошной восторг. И, в общем, он мне позволял в экспозиции, ну, делать все, что угодно. То есть всевозможные такие экспозиционные эксперименты я там проводила, своеобразную такую развеску делала. То есть вот этих работ я тут не вижу, это экспозиция более классичная такая. В первом зале мы показали 10 работ из нашей музейной коллекции. И, конечно, это уже классика. Изобразительное искусство Кабарина, потому что дизайн и порты. Великолепные наши парки, каждое дерево. Ну, и произведения, потому что он искал такие тончайшие нюансы освещения, рефлексов. И в этих работах можно вот разную стилистику увидеть. Где-то он монументализирует эту форму, где-то он импрессимистично передает такую взволнованную живописную поверхность, которая волнуется и волнует нас. Потому что его работы невозможно смотреть, конечно, равнодушно. Они вызывают живые эмоции. И вот этим очень дорого творчество Володи Индрисова, светлая ему память. Еще раз поздравляю всех нас с открытием этой выставки. Если у кого-то что-то есть сказать, то, пожалуйста, супруга. С этим вирусом люди боятся, я это понимаю. Я всем сказала, я вам не надо. Но вы все пришли вдруг. Вы знаете, когда хорошо, очень много друзей. А когда плохо, когда человек нуждается в этом. И когда настоящий друг появляется, это очень хорошо. Вера, вы столько для него сделали. И как вы поддержали его последние месяцы, мы никогда не забудем. И дети не забудут, и я не забуду. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы и долго-долго жили. Вы вообще нашу республику поднимаете. Когда я вас вижу, мне хочется жить. Вы очень преданный человек, не только как друг. Вы очень много достигли и сделали для искусства. Вы переживаете за это. Каждый раз приезжаете сюда, и вам очень интересно, что у нас произошло, что у нас есть. И ему это очень близко было, вот это все. Я хочу сказать насчет художественного фонда. Он очень сильно переживал. Она такая молодая. Она такая, это сможет. Мы со своими капризами, одни мужчины, фактически, Жанна. Я хочу сказать вам тоже, Агловано, спасибо. Ты сразу сказала. Лена, если вы не против, мы в феврале уже по графику наметили. Я ради Бога. Если можно, мы хотим. Я очень хочу поддержать его, и я хочу хорошую выставку постараться сделать. У тебя это очень хорошо ты сделала. Прям так не хочется уйти из этого зала даже. Это очень приятно. Дай Бог тебе здоровья. Еще немножко хочу сказать, к сожалению, маленький зал. Вам больше положено. Сколько лет вы отдаете, я сколько лет вас знаю, вы абсолютно не изменились. Вы очень грамотные, достойные. И я хочу пожелать вам и нашей республике. Сейчас очень много делают, очень долго строят. Ну, чтобы искусство к нам, чтобы они немножко действительно, да, потому что это нужно. Это воспитание, это патриотизм, это мы детей воспитываем, мы не знаем, куда их водить. Это же прекрасно, когда вы экскурсию проводите, и когда детей вы обучаете, учите. Как вы жили хорошо, бедно, трудно, но все равно, как вы поддерживали друг друга и какой преподаватель у вас был. Вы и выросли, потому что он отдавал всю душу и все, что у него было. Вы очень, меня сегодня, я немножко и волнуюсь, конечно, я очень благодарна вам всем. Те, которые пришли, молодые, знакомые мои, которых я знаю, огромное вам спасибо, что поддержали. Спасибо. Спасибо.